книга открытым оком том 23 вопрос 3524 тема грех почему бы не разрешить желающим выпивать пиво как слабый алкогольный напиток или любое пиво запрещено в библии отвечает игнатий тихонович лапкин библия знает только два вида алкоголя виноградный забродивший сок и все остальное под названием секера сколько градусов из чего это все за бортом рассуждения нам не мешало бы знать как бог смотрит на винопитие притчи 21 вино глумливо секера буйна и всякий увлекающийся имени разумен исайя 5 11 горе тем которые с раннего утра ищут секеры и до позднего вечера разгорячают тебя вином кавычки закрыты что скажу не понравится любителям веселья михей 2 11 если бы какой-либо ветреник выдумал ложь и сказал я буду проповедовать тебе о вине и секере то он и был бы угодным проповедником для этого народа кавычки закрыты где мерка сколько нужно выпить чтобы все все стали уговаривать не пить и ты бы не хотел это при питье воды так а при винопитии совершенно напротив когда уже брудюк заполнил чила заполнен человек просит доливать столько что все проливается из него все пинчушки алкаши начинали с пива как и наркоманы с курева маленькой папироски вино разгорячает ум и человек делается дерзким и придирается к другим фирахов 32 35 излишнее употребление вина увеличивает ярость неразумного до преткновения умоляя крепость его и причиняя раны кавычки закрыты даже звери которых умудрились напоить вином делались кровожадными даже звери которых умудрялись напоить ведром вином делались кровожадными 3 маковейская 5 1 тогда царь исполненный сильного гнева и неизменный в своей ненависти призвал ермона заведовавшего слонами и приказал на следующий день всех слонов числом 500 накормить ладаном и возможно возможно больших приемах и вдоволь напоить цельным вином и когда они расферепеют от данного им в изобилии питья вывести их на иудеев обреченных встретить смерть кавычки закрытую истинную ценность нетрезвый не может оценить и потому его легко обмануть иоанна 2 10 всякий человек подает сперва хорошее вино а когда напьется тогда худшее а ты хорошее вино сберег доселе притчи 21 17 кто любит веселье обеднеет а кто любит вино и тук не разбогатеет кавычки закрыты о винопетии много сказано в книге к истинному православию распятие сошло на амулет на герб лепили чудищу не птицы на оберег от всевозможных бед им будут убивать и на него молиться крест иисуса высшая святыня он жертвенник на нем окровавленный живая кровь на полюсах не стынет и на экваторе жарою не спеленок где крестик там где крестик там христа предположите что он присутствует и вовсе не молчит слова его и кровь вселенной жита растущая при солнце и в ночи на храме крест о чем он возвещает здесь царствует не смерть не катафалк духовное над тленными вещами вершившийся на эшапоте факт презрение крест и есть уже за что его разбойник и тати трепетали но после как с небес христос сошел крест стал знамением и мир в подучей спятил желанным непозорищем рабов стал эшапот как педестал героев и потянулись под его покров с уверенностью что он их прикроет крест опозорили крестовые походы и обесценили монахи и попы им награждают за убийство подло при пострижении крестом и оскопить как редко встретишь неискаженный крест на ризах в алтарях и на соборах там столько наворочил человек лебез и защищает истово и спорит творите крестное знамение не борзясь и не ломайте косо поперечи что богу мерзко да не будет да не буду мразь крестом ли буду небесами встречен 18 августа 2007 года Игнатий Тихонович Лапкин Игнатий Тихонович Лапкин